Здравствуйте! Вы смотрите телеканал «Совершенно секретно». С вами программа «Наше время» и я, Дмитрий Губин. У нас сегодня в гостях присутствует замечательный человек. Я счастлив, что мы в гостях. Это Евгений Александрович Ямбург. Когда спрашиваешь, кто в России лучший педагог, нужно отвечать, что таких, как Ямбург, несколько. Это будет правильный ответ. Евгений Александрович, я действительно очень рад, что вы пришли, потому что тема, конечно, всех взрывает, конечно, всех бесит. Потому что говорить мы будем о ЕГЭ, он уже 11-й год проводится в нашей стране. И бесит и взрывает, и столько противников в свой стан записывает ЕГЭ, с моей точки зрения, по банальной причине. Потому что ЕГЭ – это час или два, или три, или сколько там нужно, равенство. Это равенство абсолютно всех перед вопросом. А вот то, чего россиянин искренне терпеть не может, то, что он искренне ненавидит, – это равенство. Потому что экзамен – это та штука, где можно проехать на кривой козе, можно боять экзаменатора, можно добиться снисхождения, преференции и так далее. Это мы понимаем. А вот равенство, когда все одинаковые вопросы для всех одинаковые оценят, это мы не понимаем. Но, Евгений Александрович, не вас не вербую ни из ФСБ, ни вербую свою веру. Просто вот есть такая идея. Если так очень грубо спросить, вы-то с кем по отношению к этому самому ЕГЭ? Понимаете, ваши вопросы с радиоочень древние. С кем вы мастерок? Да, да, да. Нужно отвечать, мы со старцем Серапионом, как Серапиона выбрать отвечать. Примерно так. У меня все ЕГЭ стилистические расхождения. Я вам объясню. Значит, никто не против равенства, безусловно. Никто не против того, чтобы была внешняя приемка и объективная оценка знаний детей. И другая беда. И вообще даже не в ЕГЭ это дело. Дело в том, что совершенно либеральный, скажем так, западный инструмент приспособили, как бы это мягче сказать, к этому совковому аппарату. В чем, ведь, понимаете, просто на этот гвоздь под названием ЕГЭ очень много навешали. И борьба с коррупцией, и итоговая аттестация после завершения, и поступление в ВУЗ. И отмена двойных экзаменов, то есть двойные нагрузки на ребенка. Конечно. Поэтому гвоздь из стенки вываливается. И дело не в самом ЕГЭ. Там две идеи правильные были заложены. Это идея социального лифта, то, что любой ребенок из провинции может поступать, даже как и москвич. Это правильная была идея. Идея внешней приемки правильная. Ну, а дальше, конечно, зная нашу медвежью хватку, как все это реализуется в России. Это на какого медведя она кается? Вот. А это вы сами думаете. Значит, вот ведь какая история. Дело в том, что сразу же началось социалистическое соревнование между регионами по сдаче ЕГЭ. И даже губернаторы отчитываются по этому показателю. Да ну что бы. Ну что же. Да бог с вами. Ну, может быть, бог со мной, но вы можете это проверить. Поэтому я не вижу ни одной стороны, которая была бы заинтересована в объективной сдаче. Потому что губернаторы отчитываются, начальники управления отчитываются, директора школы отчитываются. И все это приводит, в общем, на мой взгляд, к омерзительным вещам. Скажите, можно ли сравнить между собой элитную школу в центре города? Или школу, где маргинальное население, где часть родителей там спившиеся. Вот между собой их можно сравнить или нет? Ну, это, разумеется, ответ очевиден. Разве, да? Но вы понимаете, что эти школы к результатам ЕГЭ – это инструменты, это дубины народной войны. Они сравниваются. На этом основное дело своего до работе педагогических коллективов. С некоторых пор от этого зависит зарплата учителя. Вот где начинается искажение. Поэтому, понимаете, ЕГЭ в контексте важно понимать. А не просто как какой-то откуда-то взявшийся экзамен. Контекст, на мой взгляд, омерзительный. И отсюда многие беды. Теперь скажите мне, пожалуйста, вот опять, я не против ИГЭ, как идеи. И, кстати, у меня нет проблем. Все ученики замечательно сдают. Хотя школа такая адаптивная. Есть и дети одаренные, есть и обычные. Дети с проблемами развитиями. Можно учить любого ученика. Если кто-кто запамятил, то 109-й Центр образования. Ну, бог тем, да? Ну, скажите мне, пожалуйста, вот ведь все больше детей сейчас с очень большими проблемами идет в школу. Это трудно объяснять непрофессионалам. Дислексия, дисграфия, синдром, где все это внимание. То есть все больше и больше детей, ну, скажем так, синдром. Вот представьте себе, что я на входе, принимая девочку, где-то в пятый класс, делает 74 ошибки. Такова структура мозга. Интеллект нормы. У нас логи про ПЭТ, называется ДИС, Алексия, дисграфия. Ценой титанических усилий учителя с специальным методиками доводит ее до 10 ошибок. Это огромная динамика роста. Но с точки зрения ЕГЭ, 10 ошибок равно 2. И она никогда никуда не поступит. Тут, понимаете... Но ведь из-за тебя она бы в случае обычного экзамена никуда не поступила. Она бы сочинение не завалила. Сочинение, наверное, она бы не завалила, потому что когда интеллигентный чек не знает, как пишет слово интеллигент, он напишет сочинение культурный чек. Хорошая идея. Поэтому дело не только в этом. Безусловно, ЕГЭ нужно совершенствовать. И он постепенно обрастает такими вещами, как Олимпиады, где можно одаренно уйти и выявить. Вот в этом году у меня очень много ребят поступило в школу через Олимпиаду. Минуи, потому что они уже до этого получили высшие баллы по всероссийским Олимпиадам. А один юноша там замечательный такой у меня, изумительный. Он выиграл эту программу «Умники и умницы» по телевидению. И они дали, как вчера по телевидению. Увидел, как и декан Мило вручает ему фактически студенческий билет. Маленький с такой очень хорошей фамилией Дягилев. Так что есть и другие способы выступления. Но всё-таки самое опасное и самое страшное, что ЕГЭ стало таким жёстким управленческим инструментом для сравнения школ, для сравнения педагогов, для стимулирования труда педагогов. А всё привязать к одному крючку нельзя. Это очень опасно. Поэтому ЕГЭ мы смотрим только в контексте. Они так плохие, хорошие. Да, то, что Вы сказали, это известно тем людям, которые занимаются проблемой, но это выпускают из вида учителя. Простите, родители, конечно, прежде всего. Не только, да. Понимаете, это вот всё очень-очень опасная вещь. Вот скажите мне, вот я ещё раз говорю, есть вещь, которую отменить надо завтра, немедленно. Это никому не мешает. Ну вот, например, сертификат у сдачи ЕГЭ действительно всего полтора года. То есть фактически мы нахально решаем людей итогового документа. Через полтора года это недействительно. Вот исключение вставляет армия. Если ребёнок ослужил, то ещё полтора года. А, собственно, почему? Представим себе, что Вы окончили школу, получили эти статы, вот этот, сертификат ЕГЭ, а потом, что было в мои времена, поработали где-то рабочими, где-то в геологических партиях, потом решили поступать на режиссёрский факультет. Причём... Так происходила следующая вещь. Причём здесь опять сдача математики, извините. Почему мы лишаем людей? Вы знаете, вот поверьте. Да. Все учителя, я такого просто не знаю, кто бы в разговоре про ЕГЭ не приводил этот аргумент с полутора годами срока действия сертификата. А что, отчастого... Поскольку Вы мне облегчаете жизнь. Вот видите, уже не я Вам задаю вопрос, а мне отвечать и говорить правду легко. Понятно? В Вашем потенциальном случае, Ваш потенциальный ЕГЭ получал следующую вещь. Он получал средний балл аттестата на всю жизнь. Этот средний балл аттестата учитывался при проходном бале, при поступлении в высшее учебное заведение. Не-а, ошибаетесь. Ну как, то я так поступал. Нет, я объясню. Средний балл аттестата. Объясняю. Я боролся против среднего балла, и это уже старые времена, в газете правда. А, то есть ещё в мои времена Вы не перебороли? Переборол, потому что где-то с какого-то, с какого-то, с какого-то второго или первого года, я не помню. А, я поскочил. Да, значит, у меня в правде было стать в главной газете, что за средний балл. Был отменен средний балл, и перестали это считать. И так было где-то, то ли, я сейчас боюсь соврать, то ли 82-го, то ли 83-го. Хорошо, но приёмные, вступительные, точнее, экзамены, ему пришлось сдавать. Да, конечно. Но извините, когда... И творческий конкурс есть подошел. Замечательно, что творческий конкурс, не сомневаюсь. Но приёмные экзамены, скажем, в гуманитарный УС, они предполагали. Это в русской литературе, истории творческие, иностранно предполагали. Но простите, вот Вы собираетесь творческий, через полтора года будь любезен, дорогой, иди передавай математику. Почему? Зачем? А чтобы Вы... Да, это то же самое, всегда вот так говорят, то же самое. А что бы Вы изменили? То есть, как инструмент это существует? Манипуляция с ним возможна. Например, в любимой моей книге «Фрикономика» Левита и Дабнера приводится пример с чикагскими общеобразовательными школами, где один из авторов выявлял жильничество учителей, а жильничество было связано с тем же самым, с надбавкой к зарплате. Вот именно как происходило это жильничество, а им удалось математическим способом вычислить. Так что бы Вы изменили, коль считаете, что сам по себе это просто инструмент, но который используется не для того, то есть во многом не для того? Ну, во-первых, я бы просто практически запретил использовать результаты ЕГЭ для оценки деятельности школ, педагогов и коллективов. Потому что, на самом деле, я еще раз говорю, это очень грубый, очень приблизительный инструмент. Причем, я вам говорю, что у меня достаточно много ребят, которые получили сейчас 100 баллов, 98 баллов и назад награждает. Мне, правда, вот очень интересно. Представьте себе, что у меня существуют классы лицейских гимназий в одной школе. А есть классы, скажем, и компенсирующие обучение для ребят с проблемами. Там работать не проще, чем с одаренными детьми, понимаете? Поэтому вот если мы делаем ставку только на эту категорию детей и на стимулирование только этой работы, значит, мы хотим-не хотим, мы опускаем все другие. Вот смотрите, а в школу где-нибудь рядом с эндским рынком, где 80% вообще дети, не говорящие по-русски. Понимаете, там уже другая работа. То есть еще раз говорю, что нельзя его использовать как дубина народной войны. Это первое, да? Да, да, да. То есть сравнив между собой, то есть прекратить это социалистическое соревнование, это первое. Извините, а можно вот на первом пункте чуть подробнее объясните, пожалуйста, чтобы каждый понял, как сегодня строится финансирование, ну скажем, в виде вот зарплаты учителя? То есть как влияет результат ЕГЭ на конкретную среднюю зарплату среднего учителя в городе Москва? Ну, в городе Москва... Там, да, есть местные добавки. Да, нет, нет, нет. В городе Москва, может, меньше всего, она только разворачивается во всех. Она последняя вошла вот в этот ужас под названием по душевое финансирование. А вся Россия уже давно достаточно. По душевое финансирование, это финансирование, которое остается в зависимости от числа обучающихся, правильно? Это, во-первых, значит, каждая душа стоит по-разному в разных регионах. Мертвые и живые души стоят по-разному. Скажем, в Нижнем Тагиле душа ребенка стоит 18 тысяч в год. А в Москве больше, и даже так иногда нам очень завидуют. В начальной школе 75 тысяч, а в старшей школе 110 тысяч в год. В Подмосковье 53 стоит душа ребенка. И, значит, эти деньги умножаются на количество детей, и вот за счет этого существует школа. Это понятно, да? Это бюджет в целом. Это бюджет в целом. Теперь смотрите дальше. Значит, 70% это, скажем, та черта, которая... То есть это как бы базовая система оплаты. То есть 70% это, ну, то, что отдай учителю. А вот 30% это стимулирующий фонд, который зависит в том числе от результатов ЕГЭ, 30%. Насколько сильно он зависит? Ну, как он... Не только, конечно, от этого, там много других критериев. Ну, очень прилично, потому что и очень хорошие гранты, и премии за это дают. Мы получили, кстати говоря, очень приличные в этом году премии по прошлому году за сдачу этого ЕГЭ и прочее. Так что я не говорю, смотрите, я говорю это не потому, что я против того, чтобы эти учреждения получили там иногда до 100 тысяч рублей. Это очень приличная сумма. Нет, я понимаю, что вы как декабрист, вы фактически рубите сук, на котором сидите. Я не рублю сук. Ну, я не декабрист, вообще не революционер, я не революционер, но я вам хочу сказать другое. Что все-таки я считаю, что это неверный дискурс в оценке деятельности РКО. Потому что детей больных, и с проблемой все больше и больше. А мы делаем вставку вот на выращивание элиты, и то довольно убого это делаем. Но ЕГЭ это инструмент очень грубый. Поэтому первое, чтобы я отменил сравнение по результатам ЕГЭ. Понятно, да? Вот. Второй момент. А, собственно, почему мы так... Ну, если уже это либеральный инструмент, как на Западе, давайте жить как на Западе. Объясняю. Я бы создал центры независимой качества, которые работали бы круглогодично. А не только вот раз в год. Ну, почему бы нельзя сдавать, через 3-4 месяца человек подготовился, независимые центры качества. Где принимался бы непрерывно, ну, скажем, раз в месяц, два месяца. Что-то можно обсуждать. То есть сторонняя организация, которая... Абсолютно независимая. Ни от государства, ни от школ. Более того, я бы сделал связь такую любопытную. Представим себе, что вы ректор МГУ, а я вот директор такой вот независимой организации. Спасибо за продолжение переселиться в тело святого. Да, да, да. Ну, и так карнация будет. И мы заключаем договор между... Это психоз. Да, 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 да. И мы заключаем договор, что я обязуюсь, ну, так сказать, вот, качественной подготовкой. Это абитуриент к вам, да? Я очень рискую в своей репутации, даже деньгами. Потому что, если получается такая ситуация, как бывает сегодня, когда там 100 баллов, 100 баллов, не будем идти откуда. А человек на первой сессии заваливается, я потерял свою репутацию, со мной никто больше никогда не закручит договор. Вы понимаете, о чем я говорю. То есть, мы хотим, понимаете, сделать какой-то вот, а сейчас в России, какого-то не толкай слонопатрама. Мы хотим брать либеральные инструменты и мощную, скажем, почти советскую вертикаль. Из этого ничего не получается. Потому что это несовместимо. Вот о чем идет речь. Не в самом ЕГЭ дело. И знаю, что у меня дети прекрасно знают ТОЙФЛ, и уезжают там за границу. Понимаете, дело не в этом. Просто, если кто не знает, ТОЙФЛ – это самый важный языковой экзамен для англоязычных стран. Тест он на английском языке. Ну, не сдают, а они свободно прекрасно. Они сдаются по принципу ЕГЭ. В один день, все разом. Ну, там серьезно, там 65 вопросов, там серьезно, мне задавали многие дети, ничего, знаете, нравится. Да, когда говорят, что вот ЕГЭ – это натаскивание на ответы, ну и что, кто, целые учебники написаны натаскивающие на сдачу. Или вы разделяете все-таки популярную точку зрения, что это безобразие, в отличие от экзамена, который где развивает мышление, а это вот здесь натаскивание на ответы. Понимаете, во-первых, любые, еще раз объясняю, любые измерительные инструменты можно совершенствовать. Они могут быть и примитивными, ну, типа по вопросу, там, любил ли они агент Татьяну. Это может быть три. Да, любил, нет, не любил, а когда как. Верно, как. Значит, они могут быть вот такими. Это, кстати, непридуманная вещь, понимаете. Но это же на совести тех, кто составляет, но сами тексты можно совершенствовать. Я же говорю о другом, о том, что в общем контексте у нас все получается, как бы это мягко, через Альпы. Помните, как вот богатырисов. Помню, на чем. На чем. Вот у нас получается, говоря так, эфемизм через Альпы. Потому что я и говорю. Правильно ли я вас понимаю, что система взаимоотношений, ну, скажем так, чтобы не создать чрезмерно сложной лингвистической конструкции, в которых я наверняка совершу 10 ошибок, и получат вас двойку. Мне всегда представлялась крайне странная связь между школой и институтами, потому что то, о чем мне предупреждали родители, преподаватели, оно и случилось, когда на первой лекции тебе велят забыть все то, о чем учили в школе. Теревнология будет другая. Райкин, Райкин, старый Райкин об этом, да? Да, это старый интермейн Райкина, да. А потом происходит, что когда ты начинаешь заниматься профессией всерьез, там тебе приходится забыть еще все, о чем учили в университете, кроме каких-то базовых дисциплин. Все не так, к сожалению. Да, понимаете, существуют некие тезаурс-культуры. И понимаете, и вот эти разрывы все, они в какой-то степени, вот сейчас кричат там лихие 90-е, а это были, по-моему, самые благословенные годы с точки зрения развития образования. Мы все тогда проживались с авторскими школами. Да, да, да. И до сих пор. Учителя-новаторы получили, наконец, разрешение, и не было школы не новаторской. Да, были всякие школы, и было псевдонаватство, потому что понятно, что в такой свободе кто-то сильные стали сильнее, а слабые стали слабее. Это понятно, пошла дифференциация и так далее. Но прорыв там был совершен, потому что я вам что могу сказать. Вот сегодня идешь иногда к врачу, я обожаю просто медиков, у меня много с ними проектов общих, потому что есть и больные дети, сейчас мы начинаем, и довольно серьезно в онкологическом центре обучаем детей, один из филиалов наш там находится, да. Когда врач пишет забор крови, за отдельный набор отдельно, такое впечатление, что у него высшее образование есть, а среднего нет. Это довольно худо, понимаете. И поэтому существует некий фундамент, и на самом деле, ну пусть я покажусь тысячу раз старомодным, но самый главный проблем страны – дилетантизм везде. А дилетантизм, он не только связан с плохевой профессиональной подготовкой, но с нарушением ценностной вертикали. Вот когда-то Мадаштан написал, есть ценности неизыблемой скалы. И у нас многое не получалось в стране, не потому что модели плохие, а разрушен раз на вертикаль. А на самом деле восстановление ценностей возможно только на базе литературы, истории, хорошей гуманитарной подготовки. Нормальный врач, если он и дебил, конечно, так сказать, чисто резать там и так далее, да, это вот человек, который освоил Достоевского и Толстого. И забудьте все, это все-таки скорее интермедиа. На самом деле, все это надо восстанавливать. Без этого мы будем иметь, ну, в общем, довольно худых и худых профессионалов. Вот моя позиция такая, понимаете. Да, но я хотел бы понять Вашу позицию, вот как этот переход через Альпу по направлению из школы в ВУЗ, очень люблю слово университет, потому что, как может быть, профильное высшее учебное заведение университетом, да, это вот у превратившиеся в колледж. Так вот, как этот переход, с Вашей точки зрения, наиболее эффективным, не говорю наименее болезненным, но наиболее эффективным способом. Ну, понимаете, вот возвращая 90-х годов, там это было просто очень, мы это придумали тогда хорошо, потому что мы сделали профильные классы, ведь создавались в конце 80-х, они до сих пор нас существуют. Вот. И, по сути дела, если человек поступал в медицинский ВУЗ, то там была, она и есть, усиленная биология, усиленная химия, да, вот, ну, естественно, русский язык, потому что, ну, какой же ты врач, ты безграмотный человек. И поскольку параллельно, и до сих пор на это есть, преподавали вместе с учителями школы, вузовские преподаватели, сращивались программы, потому что они понимали, куда они идут и что они готовят. И тогда, это уже отменено всегда, у нас выпускные экзамены из таких вот профильных классов были совмещены со вступительной, принимали комиссии, прям сразу в школе. Конечно, можно, так сказать, злобно сказать, вот она коррупция, столичную брали, а кто-то не попадал. Но я вам должен сказать, что вот с этими ребятками, я сейчас куда не прихожу, у меня же много разных классов, там есть математические, юридические, медицинские, в каждой больнице есть мои ученики, кандидаты, наукдоктора, они были гораздо жестче, чем на общем потоке, потому что им многое давалось. И отбирали целеустремленных ребят, которые фанатеяли, как они говорили, от медицины, рвались туда. И, в общем, были случаи, когда их пытались по разным группам, к медалистам присоединили, медалисты не выдерживали, потому что они были приучены работать мощно, по много часов. И вузовские, и школьные преподаватели, бок о бок, в общем, ковали вот тех, у кого горели глаза. Но потом это было прекращено. У нас сейчас остались все эти договоры, есть такие дети, они учатся, им даже проще поступать через ЕГЭ, они от такой мясорубки. Но сами эти преподаватели, слушай, уже не тот студент пошел. Понимаете? И здесь опять не только в ЕГЭ дело. Еще раз я говорю, что внешняя приемка и вещь хорошая. Но, вот смотрите, вот есть же две задачи на последней финишной приемной, они двоятся. Вот я, например, все эти лицейские классы начинаем с 10, а с 9. Знаете почему? Потому что действительно в 11 классе не надо трогать, надо помочь им адресироваться на ЕГЭ. Ну, потому что это навык определенный. Но если мы хотим вкус науки, работа в лаборатории, в данном случае там в моргах, если там, знаете, как врач, который кровью боится и так далее, это другая как бы задача. Понимаете? Потому что там человек, который был в истории, должен посетить в архивах, в музеях и так далее. Но эти тяжело в двух руках только потому, что уже в 11 классе все-таки должен получить навык такого стремительного ответа. Евгений Александрович, я это понимаю, но я понимаю и упрек к вам. Это действительно получается так, что если ты живешь в Москве, особенно если у тебя правильные родители, живешь в правильном районе и правильные в району люди, то ты действительно и ты талантливый человек, что отметить не последние условия, у тебя есть шансы. Но это получается, что мальчик из Уржума, мальчик из Торжка, хотя Торжок вроде бы совсем не ж близко, в отличие от Вятки с Уржумом, мальчик из Холмогор никогда не поступит на юридический факультет Петербургского университета. Ну, я думаю, что это социальная демагогия, конечно, по той простой причине, что... Объясняю, потому что и при советской власти, и в постсоветскую эпоху была система, она, кстати, продолжает развиваться по поиску талантливых детей. Слава Богу, это не убили. Это Олимпиады всероссийские, понимаете, для мальчиков с Калмогора, с Торжком и так далее. И не только по математике. Вот я был свидетелем в Менделейском университете. Я там читал лекции, там ребята съехали со всех городов и весей для того, чтобы помериться с силами по химии. И я видел ребят из Владивостока, из Брянска и так далее. То есть это есть вторая линия, линия поиска этих ребят одаренных, понимаете? Что же касается, понимаете, правильной школы, вот я должен вам сказать, я очень много езжу по России. И с лекциями, с семинарами, там всякие технологии передаю. Поймите, что провинция – это понятие не географическое. Это понятие интеллектуальное и духовное. Ну, об этом еще Анатолий Аграновский в «Известиях» писал. Да, когда вы писали «Вправду» примерно в те же времена. Я могу сказать, что я продолжаю на экспозиции. Будешь, я в Москве вижу провинциальные школы, а в Адмуртии вижу столичные. Вот понимаете? Вот объясните, пожалуйста. А что объясните? А что такое провинциальные? Это очень хорошая поворотность. Что такое провинциальная школа? Что такое провинциальные сегодня педагогики? Понимаете, вот меняются дети, меняется очень серьезное восприятие. Жизнь меняется. И, на мой взгляд, если говорить о творческом, нормальном педагогическом коллективе, это те люди, у которых горят глаза, которые очень хорошо чувствуют время, которые продолжают, кстати говоря, многие вещи делать, которые нужно делать и позавчера, и вчера, и сегодня, и завтра. Понимаете? То есть создают школы, авторские школы, мощные школы. Ну, авторские – это чисто метафора, конечно, как вы понимаете, да? Где, ну, вот просто есть школы, из которых вот регулярно, вот вы умеете меня там, поступают дети лучше в узорах страны. Вот я знаю просто этих педагогов. В провинциальной школе, не московские, понимаете? А в Москве есть школы, которым, ну, я не знаю, автоматом не загонишь, потому что там все замшело. А через какое-то время друг... Вот я же о чем говорю, если там бьется жизнь, если там интеллигентные, мощные преподаватели, и они создают и программы эти авторские, и технологии, ну, это в любой этой точке может быть. Ну, это очень невозможно. Извините, мою несоведомленность, ну, собственно, для этого вас пригласили, чтобы серости стало меньше, серого вещества больше. А что сегодня возможно, работа экспериментатора в школе? Она что, вот в рамках тех стандартов образовательных, которые заложены, к которым сейчас, я думаю, поговорим поподробнее? Да. Вот все это экспериментаторство в школах, оно что, вертикалью не придавлено? Придавлено. И продолжает давиться дальше. И уже зона обороны идет, по-моему, скоро точка невозврата будет пройдена. Я же вам говорил уже, что в 80-е, 90-е годы это был взлет инновации творчества. Сегодня не только с помощью Египта, потому что это же тоже инструмент усереднения, по сути дела. Хоть вы его защищаете, а я довольно равнодушно к нему отношусь. Но, да, сегодня поле вероятностей сокращается, как шаг родневой кожи. И с каждым днем это все равно все труднее, труднее, труднее. Поэтому те школы, которые эти позиции отстаивают, ну, это уже острова на сегодняшний день. Мы так потихоньку, начиная с ЕГЭ, кончая стандартом, мы потихоньку убиваем вот эту самую вариативную часть образования. И сегодня требуется огромный мозг, чтобы ее защищать. Тогда объясните мне, пожалуйста, ну, школа реформируется, это нормально. Вот как кричат опять реформа школы, сколько можно, да столько, сколько и можно, столько и можно. Школа вообще такая штука, это вот институт, который реформируется всегда. То, что потребности общества растут, по-моему, это очевидно. То есть они не растут, они меняются, они могут снижаться. К сожалению, да, ну, извините, это же была, это самая, бухаринская идея, сработать на понижение культуры. Вот Радзинский описал потом прекрасно, как сидел с понизившейся культурой бедный Николай Иванович. Ну, Николай Иванович был сложный человек, и надо сказать, что бухаринская модель блестящей Барлезона в Китае неплохо оказалась. Он все опинуты сделал, так на всякий случай. Радзинский, это не историк, а литератор, поэтому тут все сложнее. Хотя несколько романов у меня последних абсолютно документарий. Документарий? Да, но это... Это же в рамках, да, документарий. Дополнительный урок литературы. Да, да, да. Все-таки, с вашей точки зрения, вот объясните мне, пожалуйста, что составляет реальную, не прописанную в документах, потому что там будет написано повысить, усилить, углубить и внесить, а реальную основу школьных современных изменений. Вот эти вот стандарты образовательные, вот этот выбор для старших классов. Я бы сказал так, довольно жестко, весомо, грубо зримо. В этих реформах нет грамотной и правильной стратегии, к сожалению. Есть суета и исключительно такая близорукая прагматика. Я объясню свою позицию. Да, конечно. Значит, чем должна определяться стратегия развития образования? Теми реальными угрозами и вызвами, которые вот подступают в 21 веке. Пониманием, где будут жить наши дети. И в этой связи, вот как нормальный врач, он сначала ставит диагноз, потом начинает лечиться. Объясняю. Я не собираюсь читать лекции, но среди там 60 или 70 угроз и вызов терроризм не самое страшное. Вот сегодня мы фиксируем, есть проблема генетической усталости. Она не только в России, она в любой европейской стране. То есть, чем более равен со страной, тем больше эта проблема, потому что цивилизация мстит за себя. Вот мы должны сегодня вытаскивать в колбах пятимечных недоношенных детей. Вы знаете об этом. Европейская норма. И мы это делаем. И в институте педиатрии. Но это надо знать, что тогда там будет неразвита сетчатка глаза. Там будет дисус и мозг. Там будет диабет, ну и так далее. С этим можно работать. Интеллект в норме. А это будет раз следующего. А это следующего. Понимаете, о чем я говорю? Нам полтора нормальных поколений осталось. В Европе и в России тоже. В этом смысле у людей с архаической культурой все в порядке. Там, как в русских семьях, из десяти родишь детей, трое, а остальные здоровые. Значит, меняет, смотрите, все больше детей с проблемами. Дислексия, дезография, синдром дефицита внимания. Это что такое? Этого ребенка видно уже в детском саду. Он больше одну минуту игрушку не держит. В школе говорить такому ребенку, будь внимательна, что все равно что-то слепому присмотрись. С ними можно и нужно работать. Американцы дают таблетки, там есть наркотики. Мы по этому пути не идем и правильно. Даем талиболизин, он ничего не дает. Значит, их надо обучать какие классы? Маленькие классы. Воспитальной методикой мы ими владеем. Но при подушевом финансировании этих классов, извините, уже нельзя финансировать. Ну, то есть там не заработать ничего. Страна становится все больнее, детская популяция. А за счет чего сейчас пошло повышение заработной платы учителей? За счет сокращения лишних людей в школах, в регионах. Дефектологи, психологи, логопеды. Это что? Это угроза национальной безопасности. И вот об этом надо кричать. Состояние психо- и физического здоровья все хуже. А мы сокращаем коррекционные классы, их просто невозможно финансировать. Увольняем из школы, это называется оптимизация штатного расписания логопедов, дефектологов, психологов. Понимаете, бископ был тысячу раз прав, когда говорят, тот, кто будет экономить на школах, будет строить тюрьмы. Ибо действительно, там в Нижнем Тагиле 18 тысяч стоит ребенок, ну в Москве 110. Но в тюрьме он стоит 350 тысяч. Там кормить надо, охранять. И вы это называете стратегией? Это не стратегия, а бухгалтерия. Ведь главная задача, которая сегодня есть, это задача сократить нагрузку на государственный бюджет. И больше ничего. И нам говорят, что это менеджерская позиция. Это неправда. Менеджер, в отличие от бухгалтера, видит перспективу, видит опасность, вкладывает деньги, даже одалживает. Бухгалтер, ему главное, сочетает дебет и кредит. Поэтому это имитация реформ. Потому что это современная реформа. Значит, теперь смотрите, уже в Москве есть классы, где говорящих по-русски меньше, чем не говорящих по-русски. Простите, кто будет обучать их? Учителя русский, как иностранный. Реально нам придется смешиваться, потому что не строить иллюзии. Никакие программы по финансированию, там, деторождения. Ну, любой демограф вам скажет. Вот где-то два года назад в Норвегии в Дании прошла дискуссия «Дети крадут счастье». Современная европейская женщина, для того, чтобы почувствовать себя матерью, ей достаточно одного ребенка, а лучше собачка. И рожают они ближе к сорока, когда, в общем, есть опасность родить ребенка с проблемой. Понимаете? Значит, реально, уже немцев будет меньше, чем, ну, не немцев. Через 4-5 лет мы это видим уже в Германии, в России будет то же самое. То есть здесь есть проблема, что идет демографические изменения. А тут проблема между ними, стена, ислам, христианство. Это очень серьезный узел проблем и угроз. И не нужно сделать вид, что они сами рассосутся. И грамотная стратегия должна учитывать это. Значит, по-другому нужно обучать педагогов сегодня. А мы рушим педагогическое образование, уничтожаем. У нас из-за 8-ми годов закрыта уже половина. Они слиты с университетами, нам они не нужны. Ибо с самого высокого уровня прозвучал сигнал, аспиранты пойдут, доценты преподавать. Особенно в сельские школы, чтобы они раньше не шли. Кстати, простите, а сколько получается сейчас молодой учитель после высшего учебного заведения? Это смотря где, сэр. Это зависит от региона. Это зависит от региона, потому что у нас нет одинаковых зарплат. Пару ваших примеров меня устроит абсолютно. Допустим, Москва и какой-нибудь образцовый регион Брянск. Ну, Москва где-то около 40 тысяч он может получать. Это считается довольно приличным. Еще и подработать может в Москве, да? А мы перед ночью можем подработать. Ну как, он может взять дополнительные часы, пока еще это есть, пока нам не решили возможности. А что будет лишать? Ну, а как же. Сейчас новый стандарт, посмотрите. Там 37 часов. Сейчас подойдем. Да, ну это долгая история. А в регионах? А в регионах? Ну что же, где-то в среднем сейчас 17-18. Это считается просто большой замечательный успех. 17-18. Но, если честно, есть и 12-13. В Брянске я встречался. Я же много езжу, понимаете. И вот у меня был такой разговор. Буквально год назад в кабинете вот того же Суркула. Мы были в комиссии по модернизации. И там серьезные люди собрались. Это было еще год назад. Да, да, летом. Мясное прошло, прошло год. И как-то вот этот уважаемый товарищ говорит о том, что как-то учителя там плохо участвуют в модернизации. Я, конечно, не выдержал. И сказал о том, что я был в Нижнем Новгороде, в области. И там зарплата учителя, мужчина, была тогда, значит, 4,5 тысячи рублей. И чтобы заработать денежки, эти мужчины учителя по ночам кабели тянули. Они же не пьющие, в отличие от некоторых местных товарищей. А утром с красными глазами шли на уроки. Ну, какая модернизация? Ну, вот в этом кабинете мы сказали, да, вы знаете, наверное, вы правы, но мы не знаем, что сделать. Их очень много учителей. Да? Понятно. Так я сейчас не об этом. Вы поймите, что для того, чтобы справиться с этими новыми проблемами, нужны очень подготовленные люди. И их надо готовить специально, потому что никакие доценты с аспирантами, если не знающие ни психологии, ни этнокультурных особенностей, ни дефектологии, их вынесут из класса. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому любая реформа должна начинаться через голову учителя. Этого не делается, делается обратное. Я считаю, что это ошибка. Я об этом кричу и говорю. А делать вид, ну, вот еще один предмет ввели, и вот это компьютеры поставили. О чем мы говорим? Есть очень серьезный проблем. Надо заниматься сегодня, иначе они задушат нас завтра и посезавтра. Уже душат. И учительство такое же. Знаете, если вам все не нравится, почему начинаете с парикмахерской? Понятно, что это массовая профессия. И там на 10 человек будет трое талантливых, трое средних. Петербургской учительницы, которая вот раскрыла... Которую раскрыла, которые сняли с работы. Сняла 30 тысяч рублей. Суд присудил и так далее. Мне интересно ваше отношение к этой ситуации. Ну, вы знаете, мое отношение, конечно, то, что учителей ставили в эту ситуацию, это омерзительная вещь. И я по моральным соображениям считаю, что она абсолютно права, эта учительница, да? Я глубоко убежден, что вот в этой ситуации те петербургские структуры, я имею в виду там управление, образование, там я не знаю как, там немножко по-другому, чем это в Москве. Ну, они себя дозволят, а не я. Понимаете, я считаю, что как раз она-то, вот тот самый человек, который имеет право морально учить детей, она не врет. Потому что как только мы начинаем врать, мы теряем право вообще кого-то чему-то учить. Вот и все. Другое дело я еще раз хочу, чтобы меня поняли. Я не требую, не имею права требовать от людей героизм. Но все-таки Питер, это не маленький городок, не вода, это в другой школе. Понимаете, о чем я говорю? Ну, можно найти, в конце концов, сменить профессию, что, видимо, сейчас придется сделать. Жалко, потому что профессию, знаете, вот, например, любую свою профессию, не хочу ее менять. Почему я обязан ее менять, да? Но я просто понимаю очень хорошо, что сейчас так все это вертикально заточено. Например, там, есть специальная статья в Судовом кодексе. Любого директора сегодня можно уволить без объяснения причин. Все. Не пришел на митинг, будет свидание. Без объяснения причин. Так, в трудовом законодательстве. А бывают такие разнарядки, то есть? А какие разнарядки? Вас никто и не скажет. Нет, ну, как же. Нет, ну, я знаю в регионах, я встречаюсь с коллегами. У меня же не министр, мне рассказывают, как есть. Человек влюбил себя, скажем так, мягко говоря, нелояльным. Ну, вот, не выступил, где нужно было. Все, до свидания. Там ничего не объясняется. Без объяснения причин. Как, ну, знаете, ситуацию с ректорами ряда учебных заведений, где-то нельзя больше ректоров себе выбирать? Так, а я про что говорю? Понимаете, вот интересные вещи. Вот в ОКГе проезжались. Это же баланская система. Я не против баланской системы. О, сейчас дойдем до баланской системы. Да. Но почему-то мы берем все время какие-то внешние вещи, понимаете? Ну, потому что если... Которые, да. Страна, имитирующая Европу, прежде всего импортирует имитационные институты. Институты, все. Но эти имитационные институты выглядят ужасно, на самом деле. Вот смотрите, мы говорили, плавно переходим, да? Мы говорили о баланской системе. А ведь удар по педагогическому образованию нанесла баланская система. Как так? А вот такой. Я очень прошу, значит, баланская система. То, что любимое обращение для тех, кто в танке, да? Поскольку люди давно-давно перестали читать книги, читать газеты и журналы, для многих, наверное, баланская система будет там большим откровением. Может, они вообще думают, что это система выворачивания или воспитания кинологами баллонок. Двухровневая система. Простите, что я при вас это повторяю. Ну, я при девушке, при девушке. Разделение на бакалавриат и магистратуру. Вообще, я считаю, те, кто слово бакалавриат выговаривает, уже достойны того, чтобы быть бакалаврами. Но я не понимаю, как она сгубила педагогическое образование. Ну, понятно, что вот здесь бакалавр. Большинству людям этого уровня образования хватит. Дальше магистр, здесь сейчас свою диссертацию, свой физис. Стоп. Ну, как это устроено у нас? Опять, вот поймите, что вот та же Тойфилла и ЕГЭ – это разные вещи. Там и здесь это по-разному работа, в разных контекстах. Вот ко мне приходит девушка молодая. Она уже бакалавр в филологии. Она четыре года отучилась. Право она имеет преподавать только до девятого класса. Уже в этом есть никакая проблема. Ну, потому что преподавать... Это так, да? Да, да, да. Ну, как раньше были тоже советские учительские институты. Это было четырехгодичное, значит, после войны не хватало учителей. Но вернемся к этому. И вот я сижу на уроке, и я вижу, что она сама еще девочка милая, еще ошибки делает. С ней надо бы заниматься еще филологией. И говорю, девушка, давай, дорогая, позаймемся к этому. Она говорит, Евгения, мне неинтересно, потому что я в магистратуру пошла на психологию. Вы имеете право бакалавра защитить и быть филологом, а потом два года в магистратуру на психолога. Она не богу свечка, не черта кочерга. Она и филологом не стала, и психологом за два года не станешь, сэр. Понимаете? То же самое там. Человек четыре года учил химию, у него еще проблемы. А в магистратуру идет по специальному менеджеру образования. Это тоже интересное такое. Понимаете, что происходит? То есть мы опять множим дилетантов. И это беда. Кстати, ну там, спасибо, знаете, я действительно в этом варианте как-то вот совершенно спасибо, спасибо, что это... Теперь понятно, почему. А там это работает? Там по-другому это все работает, померьте. Мне сейчас нет ни времени, ни места, потому что да, я могу объяснить, как там это работает. Но баланская система, например, включает полную автономию вузов. Где она? Вот и выборы реакторов, и где они. Вы понимаете, о чем я говорю. Мы берем удобные, удешевляющие вещи. Но история Московского, образование Московского университета же помните. Я много чего помню. Там нужно было быть фаворитом Елизаветы, носить замечательную фамилию Шувалов, и страстно желать устроить университет. Университеты европейские образовывались по совершенно другому. Это мы тоже знаем. Но тем не менее, все-таки уже к концу 19 века это были мощные интересы университета российские, согласитесь. Да, и тут... Да, да, да. Хотя истинические волнения, 98-й год, запрет студенческим студентам, с тобой революция, собственно, и покатила. Ну, это так. Потому что те, кто должны бы слышать, они это все равно... Тоже понятно, да. Да, даже имеешь. Евгений Александрович, давайте перейдем к самому интересному. Значит, вот к этому крику, что школы со следующего года станутся платными, что старшие классы погублены. Потому что много каких криков, много какие крики я слышал, много каких криков, это неправильно. Тут у нас управление вместе с согласованием, даже, я бы сказал, примыканием. Но объясните, пожалуйста, что с новыми федеральными образовательными стандартами в отношении учащихся старших классов? Как вы на все это дело смотрите изнутри? Значит, либо усилите крик, либо задкомментировать. Понимаю, в чем дело. А вот я, Василий, ну, можно ему чипомычать немножко, значит, такая некая средняя варианта. Понимаете, вот тоже любопытная история. У вас вот называется программа «Вся совершенно секретно», да? Вот. Это всегда ведь то, что делается секретно, но хорошие дела секретно не делаются. Программа у нас называется «Наше время», канал называется совершенно. Нет, я про другое, я его понимаю. Совершенно секретно, хотя большинство секретов они полишинели все-таки. Это понятно, но я вам хочу сказать другое, что вот эти стандарты, которые когда они впервые были, ну, первый вариант был опубликован, они вызвали большой шум и совершенно мощная дискуссия. Но это было до выборов. И они были остановлены. Сейчас выборы прошли, и в время дискуссия окончилась. И они как-то очень по-тихому... Павел Геннадь, шагом маршрут. Да, они очень по-тихому, секретно уже зафиксированы в Министерстве юстиции. Ну, зарегистрированы эти стандарты. На сайте сейчас в Министерстве висит проект, опять-таки, неокончательный. Вот все это меня, например, напрягает. У меня плохой бэкграунд в моем отношении к государственным отсчетам. Все, что делается тайной за спиной, без согласования с экспортом, с сообществом. Вот так же ЕГЭ, кстати, вводили. С плюсами, минусами там и так далее. То есть уже сама по себе стилистика вбрасывания уже настораживает. Потому что хорошие вещи, секретно, подпольно, не вырабатываются. Я посмотрел вот этот проект, который есть. Он мало чем отличается от того, который вызвал бешеную критику общественности, профессиональной тоже. Остается шесть предметов, среди которых обязательная физическая культура и ОБЖ. Вот. Дальше там три уровня. Вы можете изучать предметы на интегративном уровне. Я не знаю, что это такое. Вернее, так. Вот. Вообще, как вам сказать. Вот. Дорога в ад, она всегда... Известна, чем вынощена. Да. Благими намерениями. Если брать преамбулу, я подпишусь под каждой фразой. О том, что образование должно быть вариативным, я всегда за это. Что ребенок должен иметь право выбора, я всегда за это. А вот дальше из зала, короче, отдавай подробности. А вот подробности, как не только теоретика, но и практика, меня очень смущает. Вы можете выбирать даже уровень интегративный, базовый и профильный. Вот вы решили изучать просто вместе естествознание. Это какая-то такая смесь. Физики, химии, биологии, там, так, так, так. Но этих учебников нет. Этих учителей нет, таких энциклопедистов, которые готовы... А что-то один предмет, вы не еще все будет, что ли? Ну, если вы выбираете этот блок, вы можете изучать некое естествознание, которое будет объединять там это, 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 это все. Ну, пожалуйста. Ну, то есть то, что называется большая история, всеобщая история. С историей там похоже. С историей там похоже. Я пока говорю о естествознании. То есть вы берете интегрированный курс, куда входит там химия, физика, там, география и так далее. Или вы выбираете предмет, скажем, ту же математику на базовом уровне с информатикой вместе. Или выбираете как факультативно, если вы там идете на Бехмат. Вроде бы это здорово совершенно, если вы можете, да, это все. Но как только вы начинаете... Да, вы можете даже выбрать сегодня. Ну, предположим, ландшафтный дизайн, если вам это интересно. Или хореографию. То есть класс, то есть свобода Юрия Деточкина, да. Но я же практик, а не только доктор наук, понимаете. Я же в школе стою уже там 40 лет в этой профессии. Столько не жил, 36 лет директор школы. Во-первых, любые... Мы пробовали интегративный курс опять в 80-е годы. Это нужно было таких людей искать, знаете, вот, ну, я не знаю, светлых, которые... Там, получается, один учитель ведет... Да, 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 да. А-а-а. А-а-а, их нету. И ученики... То есть он кембрийский период. Да, 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 да. Этого залегания, да? Ну, да, 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 да. И теория... Ну, да, что-то такое. Это нитритно-металлической земли. Да, 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 ну, конечно, это путешествие дилетантов. Начнем с этого. Да, и таких, и педагоги, и не учебные, ничего этого нет. Теперь, я практически человек. У нас идет подушевое финансирование. Вот вы и еще двое таких чудных людей в классе выбрали дизайн. Да. А ведь подушевое финансирование вещь интересное. Там, ведь, еще называются ученика-час. Когда вы все это считаете, выясняется, что там один ученик стоит 10 рублей на уроке. Вот у вас трое выбрало, чем я платить буду, ребят? А тут без русского никто же не войдет. Там понятно, что надо писать. Везде будет ИГ и так далее. И где же я найду вам? Не просто интересно, кто будет дизайн в сельской школе. Да, ну, найдутся, наверное, люди. Нет, опять это вы выберете. Здесь есть вариативность, там, свобода, там, дизайн или хореография, там, пожалуйста. Можно чайные церемонии, как я видел, у одного запута. Нет, здесь, пожалуйста. Я еще раз хочу сказать, что там много маниловщины, чтобы надо понимать это, да? Нет, а вы мне объясните, пожалуйста, механизм. Потому что одно дело, ну, я не знаю, там, в современной американской литературе, что только, по-моему, все про это прочитались. Вот студент, он выступает в конкретный вуз. Он выбирает набор предметов. Он может взять там стрельбу из аркебуза, если такой предмет существует. Но если такого предмета не существует, и такого преподавателя нет, аркебуза отсутствует в кампусе, он не сможет взять этот предмет. Мы выбираем, по крайней мере, в высшем учебном заведении из имеющегося, там, где пророставлены власти. А здесь что, вы обязаны обеспечить? Ну, если есть такая потребность, я обязан обеспечить. Так же, значит, найти эти преподаватели. Чем им платить? Буду мне вопрос такой практически простой. Понимаете? Дальше. Я глубоко убежден, что историю они вообще убили этим. Потому что там придуман предмет из России в мире. Фантастическое есть что-то такое? Я думаю, ну, какие-то эксперименты ведут. Понимаете, почему я в дусмысленном положении, а человек реальный. И я же видел только проект. Любой, можно сказать. Ямбург. То, что вы вышли на сайте министерства, это же еще не окончательный вариант. Окончательный утвержденного никто не видел. То, что вы будете критиковать Россию в современном мире, вы же не видели окончательный вариант. Понимаете? Вообще, в той же советской школе, как ее не ругаю, все вещи делались как-то последовательно. Ну, то есть, сначала, скажем, какая-то идея выдвигалась, потом отрабатывались учебники, готовились. Если вы не понимаете, да, чтобы это было не с голыми руками. Значит, я не знаю, что такое Россия в современном мире. Потому что я думаю, что это очень печальное зрелище для начала. Ну, если сравнивать с современным миром. Я читаю современную прессу, я всегда говорю, а ко мне спрашивают про Россию в мире, говорю, это 18-я полоса. Это беда большая. Ну, не раньше, если только не убили никого. Ну, вот. Поэтому, понимаете, какая вещь? Вот я читаю в преамбле этих стандартах, там написано, что, по сути дела, все основные знания уже получены до 9 класса ребятами. Это ложь. Это не просто ложь, это заблуждение тех людей, которые в школе никогда не работали, писали эти стандарты. Я не знаю, это опять очень профессионально, очень долго объяснять. Но понимаете, что произошло? В начале 90-х годов мы сами убили изучение истории в России. Была предложена концентрическая система обучения детей по политическим соображениям. Что это значит? Это означает, что с 5 по 9 класс дети должны освоить всю историю российского всемирного. От Адама и до Поддама, от Обезьяны и до Путина. То есть, ну, тогда до Ельцина. То есть, за 4 года, 5, 6, 7, 8, 9, за 5 лет. А потом в старших классах что-то такое надо углублять на этой базе. Почему эта ахинея возникла? В России, кстати, третий раз она возникает. Потому что в Конституции России до сих пор обязательным является 9-летнее образование. Серьезно? Да, и она не изменена. А закон образования, который стал 11-летним, он противоречит Конституции. Поэтому, правильно, могут сказать, понятно, да? Так вот, кому-то, я даже знаю кому, но не будем тревожить тени предков забытых уже. Эти люди живут, дай Бог здоровья. Пришла идея как-то так. Из 9 класса. Обязательно. Ребенок выйдет с Екатериной в голове, не зная современной истории. А давай-ка мы дадим все это от Адамы до Потсдама за эти 5 лет. Я кричал на коллеги, не делайте это глупо. Давайте тогда математику сюда дадим. Нет, математику они не потянут. А история потянут. В результате, это, знаете, пластмасса в массы. И эти концентры привели к тому, что там действительно 7 странниц на Великую Отечественную войну и так далее. Почему-то не бежали. Потому что они все еще учат, что мы выиграли у фашистской Германии, хотя в Германии не было. Ну, фашизм и близко не было. Так, ну давайте. Там был нацизм, я понимаю. Там учат по-разному, кстати говоря, опять не привысь у учителей. Есть совершенно глубокие учителя, блестящие учат. Вопреки всем этим учебникам. Но я говорю о другом. Вот смотрите. И вот, значит, за эти скоростные годы ребенок не высылает основ. Обобщение на высшем уровне, там, 10-11, тоже очень сомнительно. А на какой базе мы будем общать? Там марксизм умер почти в возе, вы понимаете, да? Цивилизационный подход ничуть не хуже, чем культурологический. А кто-то может хаябу на основе бомбелевого пассионарности там изучать. В общем, запутали всех, понимаете? Это не первый раз, кстати говоря, впервые на эти концентры. Царская Россия перешла в 1894 году. Но царскому правительству хватило ума. И через три года в 1897 году это было отменено все. Второй раз мы на эти концентры пришли в 50-е годы, уже я учился. Тоже поняли, не пойдет, отменили. Третий раз на те же грабли мы наступили вот сейчас. Поэтому... Ну, слава богу, что грабли не сперли. Да, нет, сперли, и грабли тоже сперли. Это отдельная тема. Почему? Вот, поэтому вот и так-то очень худо. Потому что все-таки история про вот Магажире написал Трифонов. И Россия в современном мире, это по сути дела и мир надо знать хорошо. И новейшую историю, и взаимоотношения стран и так далее. А такой центризм на Россию, это вещь очень опасная. Потому что мы должны понимать, что такой предмет очень быстро становится политизмо-идеологическим. Как правило. И это... Вот как-то и смысл патриотизм учить, видимо. Там не написано... Я только не понимаю, почему патриотизм поднимается сборка-разборка автомата у нас, как правило. Мне это очень непонятно. Потому что, знаете как, вот когда-то великий русский философ Соловьев, он писал, что есть вот лестница Соловьева такая, это первое. Она связана с самосознанием нации. Это самосознание, самодовольство, вторая ступень, самообожание, третье, и саморазрушение, четвертое. Если нужно, ступени самобожания дошли. Если будем раздавать дальше щеки, это тоже как вот с реформой. Но давайте увидим, что происходит вокруг. Это действительно очень опасно. Само-то не рассосется. Или будем говорить, что мы лучше всех, мы всех. Так нельзя. Это опасно вообще. Это слепота. Поэтому тут все, знаете, связано и с идеологией, безусловно, и с мировоззрением, и со столкновением ценностей, которые в голове сейчас у людей все перепутывают. Все консервативные, и либеральные. Тут все даже критис идет страшный совершенно. Ну да, но тут я все время обычно прошу своих студентов назвать объединяющие российские ценности числом хотя бы две. И язык все-таки принимать как данность, а не как ценность, хотя он фантастический. Должен же я похвалить инструмент, при помощи которого мы с вами деньги в конце концов зарабатываем. Нет, язык это ценность, конечно. А на ценность есть как данность всюду. Она есть у маленьких народов, там, в каком-то Дагестане. У каждого, причем свой. Ну конечно. Когда просишь назвать ценности, которые делают русских наций, ценности, ну, кроме нефти и газа, разумеется, никто ничего сказать не может. То есть ни у кого не приходит мысль вообще о русской культуре, да, великая, о русской иконе, о русской литературе. То есть они даже не вспоминают про это, вы считаете? Вот тут, когда спрашиваешь прямой, главная ценность, все дружно орут нефть. Причем это проходит в любой аудитории, в консервативной, в либеральной, в какой угодно. Понимаете, вот в этом есть беда огромная. Вот все эти реформы делают узколобые прагматики. Называйте их не бухгалтерами, а называйте их менеджером по продажам. Понимаете? Вот посмотрите, когда японцы выходили из Марокко вот этой Второй мировой войны, знаете, как они изменили программы? Они увеличили количество часов на литературу, живопись, музыку. Это ничуть не противоречило потом быстрой модернизации Японии. Для того, чтобы ликвидировать эти фантомные боли от разрушения империи, избавиться от Марокко вот этого, скажем, так сказать, милитаризма японского, нужно было простить и расширить сознание. Они мощно расширили гуманитарные предметы, это не помешало. Мы же как прагматики эту сферу сжимаем, сжимаем, сжимаем. Мы сокращаем чистое изучения литературы, истории, придумываем какие-то искусственные предметы. Мы же по сути дела не работаем на восстановление ценностной вертикали. А пока она не будет разрушена, даже это Егор Тимурыч Гайдар догадался в конце жизни. Потому что на что был прагматик? Он писал в одной статье, что не может быть нормального рынка, когда воруют налоговые инспекторы и полицейские. То есть это косвенное признание, что дух первичина, материя вторична. Мы же по-прежнему, хоть уже не марксисты, продолжают верить, что какие-то экономические модели нас спасут. Я вообще обережу, что педагогика важнее, чем экономика. Потому что если это не будет восстановлено, никакие скулки у нас не спасут. Понимаете? Самый печальный разговор, который мне приходилось вести в этой студии, не за всех. Потому что даже разговор о том, когда наступит конец света, был куда более в жизни утверждающий. А вы напрасно так считаете? Потому что я ведь оптимист. А вот как ты меня? Я вообще оптимист. Объясню, почему. Вот при всем при том, вот я только что сопоставил вечер. Поэтому хриплю, потому что был замечательный балл. Потом фейерверк. Ну, мы всегда в школе у себя это правдило. Удивительно красивое поколение родилось за эти годы. 20 лет даром не прошли. Вот поверьте. И я не хочу хвастаться, да не только у меня. Звонят мне и директора разных школ и городов. Интеллигентные. Свободные внутренние ребята появились за эти 20 лет. Не пуганные. Понимаете? И, как вам сказать, свободно владеющие языками. Да, наверное, их 15-20 процентов пока еще. Понимаете? Но они есть. И на них уже вот эти, ну как вам сказать, примитивные способы в азии судей не будут. Евгений Александрович, этим вы меня расстроили еще больше. Помните же эту знаменитую фразу Достоевского с ошеломляющим всех европейцов выводом? Значит, рассуждая о русском, размышляя о русском человеке, Достоевский пишет свое знаменитое. Страшно широк человек. Помните, что добавляют? Сузить бы, да? Надо бы сузить, елки-палки. Вот как же бы выросло поколение непуганных. Это призыв к тем, что надо бы, пора попугать. Пора бы Россию подморозить, как ее успешно подмораживали. Черт, дери при Николае, а потом при ком только не подмораживайся. Эта фраза, как вы помните, прижит Леонтьеву, это дело победоносцев ни черта же не получил. Ни черта же. Рвануло так, что мало не показалось. Понимаете? Ни или невозможно. Понимаете? Это же... Я понимаю, кстати, вот я же говорю, я не революционер. Я все-таки, как вы будете смеяться, что я человек-государственник, я в будущее смотрю. Мне детей жалко. Понимаете? И я понимаю, что вот Россия сегодня представляет, знаете, это вот, господи, такая медуза сползающаяся, вот ее как-то железным обручем. Потому что действительно очень много говорит о дезинтеграции страшно. Никто не хочет вот еще одного крушения, уже одно государство потеряли. Но метод это выбирает, скажем, уже изжившие себя. Поэтому вот это новое поколение, ребят, поверьте, это уже просто мы должны опять очень тревоги смотреть на эти вещи. Вот вы говорите мне про ЕГЭ, мы с этого начинали. Говорят, да не ЕГЭ сейчас самое главное, это ерунда. Как только Государственная Дума приняла решение, кстати, может быть, я ошибаюсь, еще нет, или они уже подписали, что вот неявка за повесткой приравнивается к уголовному преступлению, а приняли уже ли это дело? Вы знаете, вот только следил, 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 и не доследил. Я тоже, да. А вы знаете, что в лучшем московских школах народ плюнул на ЕГЭ и сразу поехал сдавать тофел. Да, вот. А это не нефть. Мы мозги теряем. Я к чему это говорю? Что люди, обреченные власть, должны мыслить системно и увидеть эти угрозы, и не торопиться ни вот-вот о чем они... Я вам сейчас начну называть даже те страны, в которых люди у власти так думают. Евгений Александрович, мы сейчас с вами договоримся, да, я скажу это, до встречи в новом 1916 году. Разбоюсь быть плохим пророком. Значит, давайте здесь поставим точку. Я очень благодарен Евгению Ямборку, что он пришел. Я очень благодарен тому печальному рассказу. Это печальная песня Соловьяночного. Которая, однако, поет так, потому что вот он не может не петь. Я благодарен вам за вашу честность. Вывод, который... Нет, вывода я делать не буду. Я сделал только одно краткое замечание. То есть свое право на три копейки вырезаю. Не бывает великих совершений без великих идей, даже когда у тебя на эти совершения есть огромные деньги. Не бывает. Нет повести печальнее на свете, чем повести о школьной смете. До свидания, товарищи дорогие. С вами был Дмитрий Гудин. Программа «Наше время». Оставайтесь на канале «Совершенно секретно». Много чего еще услышать интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.